Как мы обсудили ранее, C++ является компилируемым языком. В данном сегменте мы обсудим, зачем нужен компилятор. Давайте рассмотрим эту картинку. На этой картинке, с одной стороны, у нас есть программист, который хочет реализовать некоторую свою идею в качестве приложения, с другой стороны, есть компьютер. У программиста есть некоторая идея, он хочет, чтобы компьютер реализовал какую-то игру, например. С другой стороны, есть компьютер, который не понимает программиста, потому что компьютер думает в терминах ноликов единичек и совершенно не понимает, что значит игра. Что должен сделать программист для того, чтобы написать приложение? Во-первых, он должен спроектировать это приложение. В результате у него получится некоторый проект приложения, то есть это архитектура и алгоритмы, которые в этом приложении будут использоваться. После того, как архитектура готова, программист должен запрограммировать. И в нашем случае программирует он на C++, поэтому на выходе получается код программы на C++. После этого этот код нужно скомпилировать. Это требуется для того, чтобы привести код с языка C++ на язык, который понятен компьютеру. К компьютеру понятны нолики-единички, это называется машинный код, то есть тот язык, который понятен компьютеру. Соответственно, третья фаза, компиляция, она нужна для того, чтобы перевести код, который написал программист, в тот код, который компьютер непосредственно сможет исполнять. Некоторые программисты пропускают фазу номер один и приходят сразу же к фазе номер два, то есть пропускается проектирование и начинается программирование. В этом случае получаются плохие программы. Таким образом устроен процесс разработки приложения на C++. Давайте обсудим, как это могло быть устроено в других языках программирования.